Здравствуйте! В эфире новости на Днестер ТВ. Главные темы выпуска. Мероприятие ко дню вывода советских войск из Афганистана. Итоги работы Слободейской поликлиники. Илье Хаджи помогут издать книгу. В Бендерской гимназии номер 3 прошла встреча старшеклассников с воином-интернационалистом, воевавшим в Афганистане. После окончания учебки было построение и нам сказали, что вы направляетесь в республику Афганистан для оказания интернациональной помощи. Наша задача была охранять дорогу в жизни, как ее называли. Это центральная автомобильная артерия, ведущая из термеза через перевал Саланг, Ташакур и Накабул, по которой шли очень ценные грузы, потому что действительно в то время Советский Союз оказывал огромную помощь. Дошли медикаменты, шло питание, продукты питания, шла одежда, строительные материалы, потому что на то время еще очень обширно шло восстановление и строительство различных тех же школ, больниц. Ученики задавали гостю вопросы не только про войну, но и про жизнь, про семью, про детей. Я считаю, что вот такое мероприятие, привороченное к очередной дате вывода советских войск Афганистана, именно на этих примерах, которые рассказываются при встречах с школьниками, с учениками старших классов, когда какие-то живые судьбы истории рассказывают, я считаю, что это только имеет положительный эффект. Война длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. Единого мнения о случившемся нет до сих пор, но сомнению не подвергаются мужество и честь, с которыми советские солдаты выполняли свой интернациональный долг. Главная цель врачей Слободзейской поликлиники – это здоровое население. У нас рождаемость в этом году, за 2012 год рождаемость, на тысячу населения родились 12 детей. То есть, если это умножить тысячу населения на 100 тысяч, получается там 1200 детей. Но умерло 16 человек на тысячу населения, то есть на 4 человека умирают больше, чем рождаются. На первом месте у нас это заболевание сердечно-сосудистой системы. 58% от всех умерших – это люди, болеющие сердечно-сосудистой системой. И прежде всего умирает именно от инсультов, от инфарктов миокарта. На втором месте новообразование – рак. Значит, 20% от всех умерших – это рак. Если 58% сердечно-сосудистой, то 20% – это рак. Еще один показатель для общественного здоровья населения – это заболеваемость. Значит, у нас на первом месте все болезни, которые регистрируются в районе – это болезни органов дыхания. Все острые болезни, начиная с гриппом, ОРВИ, пневмонии и так далее, вот они занимают первое место. Основной задачей работы врачей является уменьшение распространенности заболеваний и снижение их количества. Что бы я хотел бы так для улучшения медицинской помощи? Вот служба на дому. Теоретически понятно, что участковые врачи должны обслуживать своих больных на дому. Но как практически расстояние в селах огромное. Если взять Слободзе и начало оттуда, конец там, Чопручи, Глинои, огромные села. Слободзейская поликлиника предоставляет ряду слуг. В поликлинике, конечно, созданы все условия, которые должны быть на уровне центральной районной больницы. Есть лаборатория, которая делает биохимические анализы, общеклинические анализы. Есть рентген, флюроаппарат. Флюроаппарат не только стационарный, а есть флюроаппарат, как он, мобильный, на автобусе принадлежит, к которому мы им обследуем с села. Есть и рентген-кабинет, есть и УЗИ-аппарат. Власти Гагаузии намерены оказать финансовую помощь актеру и режиссеру Илье Хаджи в издании книги для детей на гагаузском языке. Книга в одну тысячу экземпляров с тематическими рисунками, скороговорками и четверостишними на родном языке будет полезна детям дошкольного возраста. Эти книжки уже предназначены садиковскому возрасту и, опять же, первоначальным классам, на любой первые, там, вторые классы, как вспомогательная литература, в деле овладения гагаузским языком, чтобы детки с первых моментов в игровой форме, в стихах, изучая и играя короткими-короткими формами влюблялись в свой гагаузский язык. И я надеюсь, эти книги станут великолепными помощниками. К другим новостям. Приднестровская госавтоинспекция изымает у местных автовладельцев номерные знаки, полученные в Республике Молдова, поскольку регистрация транспорта в Республике Молдова является нарушением. Об этом заявили в МВД ПМР. Правоохранительное ведомство разъяснило, что этот вопрос на территории ПМР регламентируется положением о регистрации транспортных средств и прицепов к ним. Согласно этому документу, транспортные средства регистрируются за физическими лицами по месту их постоянной или временной прописки. А регистрация транспортных средств за юридическими лицами производится по месту нахождения юридических лиц, определяемому местом их государственной регистрации. МВД информирует о том, что в случае выявления фактов нарушения этих требований государственные номерные знаки изымают и направляют в территориальное подразделение МРЭО госавтоинспекции МВД ПМР. Владельцам транспорта рекомендуют обращаться в отделение МРЭО для регистрации авто в установленном порядке. В столице Приднестровья сегодня, в День Святого Валентина, будет осуществляться регистрация браков. Хотя обычно в четверг городской ЗАГС такие церемонии не проводит. Об этом рассказала начальник терраспольского отдела ЗАГСа Елена Попкова. По ее словам, в этом году, 14 февраля, сочетаются с браком 8 пар, что на 3 больше по сравнению с прошлым годом. Есть люди, которые специально в День влюбленных хотят узаконить свои отношения и просят, чтобы брак был заключен именно в этот праздник. День Святого Валентина полюбился нашим гражданам, рассказала Елена. Имена Валентин и Валентина не пользуются популярностью у терраспольчан. С начала этого года только один младенец был назван Валентином. Это имя сейчас редко дают детям. Это были все новости на сегодня. Любите и будьте любимы. До завтра на Днестр ТВ. Редактор субтитров А.Семкин